Добрый день, уважаемые студенты. Добрый день, или уже вечер даже, те, кто по интернет-трансляции присоединяется к нашему интернет-уроку. Мы продолжаем уже второй сегодня интернет-урок, который проходит в стенах Московского государственного технического университета имени Баумана. Организует его учебно-методический центр здоровья, сберегающей технологии, профилактика наркомании МГТ имени Баумана. Организуется интернет-урок в серии нескольких интернет-уроков Министерством образования и науки Российской Федерации при поддержке Федеральной государственной службы по контролю за оборотом наркотиков. Я хотел бы первоначально сказать несколько слов по организации нашего интернет-урока, чтобы всем стало понятно. Потом представлю экспертов, которые сегодня продолжат работу. И после этого мы продолжим слушать интересные сообщения, доклады по теме культура безопасного образа жизни в образовательной среде. Хочу напомнить всем, что интернет-трансляция проходит в онлайн-режиме. Адрес интернет-трансляции написан. Те, кто подходит, потихонечку присоединяйтесь, садитесь на первые ряды. И в связи с тем, что аудитория, которая присутствует в МГТУ Минибаумана, в основном студенческая, мне бы интересно было, как и в первом интернет-уроке, получать от вас вопросы, касающиеся проблемы, обозначенной как тема интернет-урока. И если будут возникать вопросы, касающиеся лично экспертом, вы также можете их мне передавать, я буду их озвучивать, задавать экспертам, либо передавать для ответов. В связи с тем, что у нас должны подойти некоторые эксперты, я их называть не буду, а по мере подхода я их буду представлять всем, чтобы не отрывать время. Решите мне представить членов президиума, экспертов, которые будут присутствовать на сегодняшнем интернет-уроке. Это Мысина Галина Анатольевна, заместитель директора учебно-методического центра здоровья и сберегающих технологий и профилактика наркомании МГТУ Минибаумана. Это профессор, доктор медицинских наук, специалист в сфере здоровья и сберегающих технологий. Также в президиуме у нас присутствует Климович Вероника Юрьевна, клинический психолог Московского научно-практического центра наркологии, специалист в сфере профилактики, реабилитации и лечения зависимости. Кроме того, в числе экспертов у нас присутствует сегодня Чесноков Николай Анатольевич, это кафедра педагогики военного университета Министерства обороны Российской Федерации, и также выступает экспертом Геннадий Иванович, который возглавлял первый президиум на первом интернет-уроке. Геннадий Иванович Семейкин, директор учебно-методического центра здоровья и сберегающих технологий и профилактика наркомании, заведующий кафедрой валиологии МГТУ Минибаумана, профессор, доктор медицинских наук. И Геннадий Иванович является также членом Общественного совета при Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков. Таким образом, экспертную группу я вам представил, подойдут еще к нам представители Министерства образования. В первом интернет-уроке, который начинался сегодня в 19 часов, присутствовали также представители Госнаркоконтроля и Русской Православной Церкви, потому что затрагивались вопросы профилактики наркомании и духовности. Они в какой-то степени и в этом интернет-уроке будут касаться, но в той части, которая уже прошла, мы акцентированно останавливались на этих вопросах, чтобы всем стало понятно, что здоровый образ жизни, в принципе, основывается в первую очередь на здоровом образе мыслей. Наше мышление – это как раз основа, на которой работает формирование вот этого мировоззрения. В связи с тем, что сегодня здесь в этой аудитории присутствуют студенты-бауманцы, мне бы хотелось обратиться к вам еще и с просьбой такой, что мы понимаем, что здоровый образ жизни, он должен стать модным, поэтому та общественная организация, которая выступала в первой части интернет-урока, представительница Варвара Сергеевна Лазарева, Варя, если можно, еще раз выйди, в связи с тем, что закончился интернет-урок по времени, и мы тебе не дали возможность ответить на вопросы, пожалуйста, становись сюда, я тогда тебе попробую задать вопрос, которые поступили по интернету. Здравствуйте всем еще раз. Да. Кто меня не знает, я Варвара, волонтер МГТУ имени Баумана. Не знаю, вон там, там, там. Так, значит, первое, вопросы поступали таким образом, как люди спрашивают, эта организация здоровой инициативы существует только в стенах МГТУ имени Баумана, или она масштаб имеет, то есть люди могут вступать, которые не учатся в Бауманке? Да, конечно, участвует очень много общеобразовательных учреждений, которые активно с нами сотрудничают, и я уже говорила о том, что у нас проводятся различные всероссийские акции, на которых мы все вместе встречаемся, по-новому знакомимся, встречаем уже старых друзей, и таким образом у нас мы расширяемся все больше и больше, соответственно, если вы не студент МГТУ имени Баумана, это не значит, что вы не можете стать волонтером. Следующий вопрос. Те мероприятия, которые проводятся в МГТУ имени Баумана, вот как вы успеваете совмещать их с учебой, и кто вам прописывает повестки дня, откуда берется актуальные вопросы, то есть либо вы сами их, либо вам сверху спускают. Ну, народ просто интересуется, вот люди интересуются, темы обсуждаются, вот откуда они у вас берутся, вы их сами вырабатываете, или вы где-то скачиваете, или что? Нет, конечно, темы мы вырабатываем сами, с каждым годом мы стараемся все больше и больше расширять наше желание познать новое, как-то ближе придвинуться к решению этой проблемы, поэтому с каждым годом новые студенты приносят все новые и более интересные идеи, которые действительно хочется воплотить в жизнь. Что касается информации, у нас есть, у студентов здоровой инициативы есть свой сайт, он сзади меня, это волонтер.бмсту.ру, на нем вы можете увидеть все мероприятия, которые проходили, многие ребята находят там свои фотографии, говорят, вот это я, также вы сможете там увидеть расписание будущих мероприятий, на которые сможете участвовать. И если вы хотите вступить на добровольной основе, стать волонтером, то вы можете прийти на бригадирский переулок Дом-4 и записаться в отряд волонтеров. Спасибо, Варя, на этом вопросы как бы такие общие и сякли. Больше остальных вопросов я потом задам Геннадию Ивановичу, потому что он является председателем здоровой инициативы. Ну а вам хотелось бы пожелать успеха и в заключении, вот он не вопрос, а может быть такое пожелание, почаще побольше информации вывешивать на информационном сайте здоровой инициативы. Потому что сейчас вот стали писать письма члены, как я понимаю, других структурных подразделений здоровой инициативы, которые чувствуют нехватку вот этой информации объединяющей. А у вас, как я понял, есть база данных по рассылке, то есть те люди, которые вступили, они оставляют свои координаты, и когда вы проводите какие-то мероприятия, вы делаете рассылку. Да, совершенно верно. Значит, надо либо обновлять базу данных, потому что очень многие вопросы говорят, что я не знал об этом мероприятии. Но если они являются членами, должны все знать. Поэтому еще раз проверьте, посмотрите. Учтем все ваши пожелания. Спасибо, присаживайтесь. Дорогие друзья, я бы хотел предоставить слово по теме сегодняшнего интернет-урока Галине Тольной-Мысиной, которое сообщит ту информацию, которую нам хотелось бы услышать. А вы пока, если будет по теме вопросы, в письменном виде передавайте мне на стол. Хорошо. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые студенты. Собственно, тема моего доклада – это формирование безопасной образовательной среды. Достаточно много нормативно-правовых актов в нашем государстве принято, но сами дети стали рассматриваться не как объект какой-то определенной социальной защиты, а как субъект, который имеет свои права, только после того, как в 1989 году была принята конвенция ООН о правах ребенка. В федеральном законе 124 об основах гарантиях прав ребенка в Российской Федерации собственно была прописана цель государственной политики, которая прописывала ту позицию, что государство обязано защищать права и интересы детей, да и создавать условия для физического, интеллектуального, психического, духовного развития детей, давать возможности им реализоваться. Наш самый главный закон, который регулирует деятельность образовательных учреждений – это закон об образовании. Им определены субъекты образовательной деятельности – это, собственно, сами обучающиеся, их родители, педагоги, педагогический состав образовательной организации и администрация. Собственно, руководитель образовательной организации несет ответственность за ваше здоровье, за вашу судьбу, и руководитель должен обеспечить в образовательной организации условия для того, чтобы вы чувствовали себя защищенными и находились в безопасной среде. В Федеральном законе о безопасности дано определение, что такое безопасность, и прописаны, раскрыты подходы к обеспечению этой безопасности. В принципе, безопасность отдельного человека включает в себя очень широкий спектр – это экономическое, социальное, политическое, экологическое. Если взять международный, междисциплинарный, экологический словарь «Глобалистика», то там приведено 24 вида различных безопасностей, которые условно можно объединить в пять крупных блоков – это социальные, экологические, экономические, информационные и психологические. То есть во всех этих блоках речь идет, собственно, о безопасности самого человека, среды и общества, в котором человек живет. Важнейшей задачей системы образования – это обеспечить адаптацию и включение молодого человека в систему современной окружающей среды и общественных отношений. С безопасностью очень связаны два таких понятия, как риск и угроза. Мы, как родители, естественно, отпуская ребенка в образовательную организацию, там, в школу или в вуз, мы беспокоимся о том, насколько безопасно там себя человек ощущает, насколько там созданы психологически благоприятные условия, не мешают ли ему даже сверстники, не оказывают ли какое-нибудь психологическое давление, как он справляется с учебой, как педагоги к нему относятся. Естественно, как родители нас это очень волнует. Также большая проблема и деструктивное влияние на детей, собственно, тех сверстников или старших товарищей, которые склонны к отклоняющимся поведениям. Какие угрозы, собственно, могут ожидать ребенка в школе или студенты, которые учатся в образовательном учреждении? Это, в первую очередь, психологическое насилие. Как уже сегодня упоминали, известный школьный буллинг, когда ребенка в школе могут унижать, оскорблять, высмеивать, какие-то ему угрозы высказывать, и он чувствует себя белой вороной и не может выстраивать отношения со своими одноклассниками. Второе – это непризнание обучающимся высокой значимости образовательной среды для себя. То есть молодой человек учиться не желает, ходить в школу он не хочет. Уверение родителей о том, что ему нужно получать образование, не всегда мотивирует его к самообразованию, к образованию вообще. И возникает стремление вообще покинуть образовательную среду, уйти из школы и заниматься личной жизнью. Даже, в принципе, поступая в ВУЗ, не всегда человек замотивирован к обучению в ВУЗе, потому что очень часто это по настоянию родителей или по каким-то другим причинам. Следующая угроза – это отсутствие удовлетворенности обучающихся в лично-доверительном отношении с субъектами образовательной среды. То есть это отношение с преподавателями, отношение со сверстниками. Приводит это все к эмоциональному дискомфорту, нежелании высказывать свою точку зрения. Человек закрывается, становится необщительным. И желание обращаться за помощью у него, естественно, уходит. Также негативным фактором является отсутствие психологической поддержки. Если в образовательной среде нет педагогов и психологов, которые могут своевременно прийти на помощь, оказать поддержку и подсказать выход из какой-то трудной жизненной ситуации, и, соответственно, человек чувствует себя незащищенным. А нарушение психологического благополучия, как известно, в итоге приводит к нарушению здоровья. И также важно отметить одну из угроз – это эмоциональное выгорание педагогов, собственного педагогического состава, который приводит к профессиональной деформации и к угрозе как психологического благополучия самих педагогов, так и это отражается на благополучии обучающихся. Я думаю, что как студенты вы тоже могли на себе это не раз ощутить, поскольку педагоги вузов тоже страдают данным видом психологического выгорания, эмоционального, и иногда свои какие-то негативные эмоции, они, естественно, проецируют на студентов. Когда к нам приходят студенты и говорят, что у него возникает проблема из-за того, что преподаватель ему говорит, что мне твои глаза не нравятся, ты меня раздражаешь, и ты зачет никогда не сдашь, через меня не пройдешь. То есть бывает, с одной стороны, может быть, где-то он и объективно подходит, преподаватель, к студенту, может быть, студент пришел один раз за весь семестр, и с таким наглым видом, смотря на преподавателя, говорит о том, что я все равно сдам зачет, а преподавателя тоже можно понять, потому что он вкладывается, он тратит силы, тратит свою энергию, эмоции на то, чтобы дать знания студенту. Поэтому тут должно быть взаимное уважение. Таким образом, для формирования в образовательной организации безопасной образовательной среды необходимо, во-первых, обеспечить психологическую безопасность обучающихся, так как в конечном итоге от психического благополучия индивида зависит психологическое благополучие всего общества. Должны разрабатываться и внедряться здоровоизберегающие технологии образования и воспитания, которые, собственно, содержат минимальный риск нанесения вреда психологическому благополучию обучающихся. Собственно, чем наш центр занимается в МГТУ Небаумно, мы разрабатываем здоровоизберегающие технологии воспитания и образования и психологического сопровождения наших студентов. Таким образом, мы можем дать определение, собственно, что такое безопасная образовательная среда. На слайде это определение дано. Можно сделать вывод, что это такая среда, где субъекты имеют положительное, между собой у них складываются положительные взаимоотношения, они удовлетворены характеристиками этой среды и не испытывают никакого психологического насилия при постоянном воздействии между собой, при взаимодействии друг с другом, как со сверстниками, так и с преподавательским составом. В качестве основных условий, когда мы можем сказать, что в образовательной организации формируется безопасная образовательная среда. Во-первых, это активное участие самих педагогов. То есть, да, руководитель образовательной организации несет ответственность за здоровье обучающихся, но если педагоги не заинтересованы в этом, то один человек в поле не воин. То есть, активное участие самих педагогов. Адресная и своевременная психологическая помощь и поддержка студентам. Профилактика суицида и отклоняющегося поведения. К сожалению, любая психологическая проблема, которая у студентов возникает, она зачастую приводит не просто к какому-то отклоняющемуся поведению, а и к мыслям о суициде. Поэтому это важный элемент профилактической работы. Профилактика жестокого обращения насилия над детьми как со стороны сверстников, так и со стороны взрослых и педагогов. Для того, чтобы педагоги знали, как общаться с подрастающим поколением, знали, как помочь, своевременно прийти на помощь, они должны постоянно повышать свою квалификацию. Необходима обязательно просветительская работа с родителями, не только во время обучения молодого человека в школе, но также и в УЗИ. Потому что, когда возникает проблема у студента, очень часто ребята приходят к нам не сами, а приходят со своими родителями, потому что проблемы бывают комплексные, и мы им помогаем, естественно, комплексно. Важным элементом также является осуществление постоянного мониторинга. То есть нельзя провести какое-то мероприятие и, собственно, на этом остановиться. Надо постоянно наблюдать и анализировать факторы риска, которые приводят, собственно, к социально-психологической дезадаптации и к стрессовым ситуациям у студентов. В МГТУ имени Баумана, как уже Геннадий Иванович на прошлом интернет-уроге говорил, с 1996 года у нас разработана, реализуется комплексная программа здоровья, сберегающая технологии, профилактика наркомании в молодежной среде. Естественно, важные условия я обозначила, и в ракурсе этих факторов могу сказать, что здоровье и сберегающая деятельность поддерживается как руководством ВУЗа, так и администрацией. Педагогические работники в ней принимают самое активное участие, также постоянно осуществляется и повышение квалификации. В ВУЗе работает лаборатория психологической поддержки студентов. Алексей Сергеевич Миронов является заведующим этой службы, и студенты обращаются, обращаются много. Я думаю, что в следующем интернет-уроке он подробно осветит деятельность этой лаборатории. У нас ведется комплексная работа по профилактике зависимого поведения обучающихся, что дает право называть Бауманку ВУЗом здорового образа жизни и говорить о том, что на территории Бауманки создана антинаркотическая площадка ВУЗа. Также, может быть, вы слышали о том, что вступил в силу 120-й федеральный закон об обязательном наркотестировании обучающихся. В Бауманке такое тестирование проводится. Если вы конкурируете на кафедру военного обучения, это в обязательном порядке. Если просто как самостоятельно вы хотите протестироваться, то это на добровольной основе. Совместно с НИИ психиатрией, с НИИ наркологией мы проводим различную профилактическую работу, в том числе и профилактика суицидов среди студентов. Осуществляется постоянный мониторинг образовательной среды на наличие факторов риска нарушения здоровья наших студентов. Также важно отметить, что приобщение к здоровоизберегающей деятельности начинается фактически с детского сада. В Бауманке работает детский сад для студентов и сотрудников МГТУ имени Баумана. Дальше деятельность продолжается в подшефных школах и в лицеях, также в детском оздоровительном центре в городе Ступино, где, собственно, вожатыми работают наши же студенты, передают все свои знания, навыки, традиции Бауманки. Приятно отметить, что в этом году наш лицей 1581 стал победителем городского осмотра конкурса на лучшую организацию работы по профилактике негативных проявлений среди обучающихся образовательных учреждений. Мы с ним эту работу проводим уже на протяжении трех лет, и плоды видны. Ну и, как уже Варвара сказала, важным элементом деятельности в УЗИ по пропаганде здорового образа жизни, по созданию безопасной образовательной среды является волонтерское движение. Потому что самым главным нашим критерием является то, что студенты не являются, как они сами себя называют, пирожками, которые ждут, когда их перевернут сбоку на бок, а когда они являются активными преобразователями той среды, в которой они существуют, в которой они учатся, то есть они не являются объектами, а являются субъектами образовательной, воспитательной, здорово-сберегающей деятельности. Спасибо за внимание, я всем. Спасибо, Галина Тольевна. Сейчас, как по традиции, вам придется ответить на вопросы, которые поступают по интернету и от наших слушателей, сидящих в зале. Вот один из таких вопросов, как я понимаю, это преподаватели задают. Ну, вот я своими словами расскажу. К примеру, в любом каком-то образовательном учреждении, организации, как сейчас по новому закону, проводится профилактическая работа. Там системно выстроены мероприятия, и лекционные, и практические, и какие-то интересные акции проводятся, антинаркотические, например. Но вдруг какой-то, ну, человек здесь на букву М написано, к примеру, попробовал каких-то там психотропов, и вот он попал в криминогенную среду. После такого случая, значит, приезжает госнаркоконтроль и еще что-то, и говорят, что никто здесь ничего не делает. Вот как поступать в таких ситуациях? Ведь руки иногда опускаются. Как вот у вас в Бауманке построена такая работа? Нет, ну, руки опускаться, естественно, не должны, потому что всякое с молодыми людьми может происходить, и неприятности, и приятности. Поэтому необходимо, во-первых, а мы этого человека М знаем, который попался, или не знаем? Или это конфиденциальная информация? Ну, во-первых, с данным человеком желательно пообщаться, поговорить, какие причины привели к тому, что у него произошла такая негативная ситуация, постараться помочь и замотивировать на здоровый образ жизни, о чем мы говорили в прошлый раз. Вовлечь его в волонтерскую деятельность, чтобы у человека появился смысл. Когда человек начинает помогать своим сверстникам, он сам начинает справляться со своими проблемами, на самом деле. Ну, я вот тоже, не только как ведущий, но и как эксперт выступаю. Я считаю, что без таких случаев тоже невозможно. Они как маркеры, корректирующие работу. Значит, что-то мы не так делаем, где-то не так убедительно рассказываем. Даже вот сейчас, может быть, мы для кого-то не убедительны в силу голоса, в силу интонации. Кто-то нас убедительно слушает. Поэтому, конечно, эта работа, она всегда носит адресный, точный характер. Если вдруг попадается человек, который каким-то образом не попал под системные эти мероприятия, либо он, ну, будем говорить так, вообще не воспитуем. Потому что образовательная среда, она не только обучает, но и воспитывает. Поэтому такие люди, как маркеры, требуют корректировки своих действий. Да, и мы все это делаем. Следующий вопрос. Вот пишут. Условия среды в ВУЗе, например, одинаковые. Но один учится, успевает сессию без хвостов, добивается каких-то результатов. А другой, наоборот, пропускает занятия, еле сдает сессии, и в конечном итоге там отчисляется. Вот как создать? Есть ли вообще такие идеальные условия, чтобы все были? Или это всегда так будет? Я думаю, это будет всегда, потому что все зависит от мотивации. Как я говорила, от угрозы безопасности. То есть если человек действительно хочет поступить в данное высшее учебное заведение, как говорится, по зову сердца, и потому что он хочет стать действительно специалистом и добиться чего-то в жизни, соответственно, он и добивается этого. То есть если у него есть внутренний стержень и ставит перед собой цель, задачу, он этого добивается и идет вперед. Если человек сюда попал, можно сказать, по принуждению, или там папа с мамой затащили сюда, или потому что у меня традиция, у меня вся семья в Бауманке училась, то есть я должен здесь тоже учиться. Они не справляются, естественно, с такими нагрузками. Мотивации к образованию нет. Собственно, да, внутреннее желание вроде с одной стороны не расстраивать родителей, а с другой стороны бросить это все, закончить эту учебу, уйти из этого высшего учебного заведения. Потому что традиции Бауманки, я сама закончила МГТУ имени Баумана, и что такое традиции Бауманки, и что такое Бауманское братство, я знаю не понаслышке. Вот, и я сюда шла тоже, зная, чего я хочу, и чему я хочу научиться. И свернуть с пути человека, который ставит перед собой цели, очень сложно. А если этих целей нет, и он как фиалка болтается, то любой негативный какой-то всплеск, он его тут же может вышибить из колеи и свернуть с истинного пути. Вот такой вопрос. А что в вашем понимании культура безопасного образа жизни? Вот именно как культура. Что это? Есть понятие общей культуры, да мы все это знаем. А вот культура безопасного образа жизни, это какой-то новый термин. Вот чем он... Ну, если вот посмотреть, собственно, на те слайды, которые я показывала, во-первых, это психологическое благополучие самого человека и позитивное отношение к окружающему миру. Воспринимать людей, которые чем-то на вас не похожи, тоже имеющими право на свою позицию. Если эта позиция чем-то оправдана и имеет смысл. Если у человека есть внутренний стержень, если в нем присутствует, как мы говорили, духовность, и основа, личностная основа, если человек является самодостаточным, то есть ему не нужны так называемые суррогаты счастья, которые он пытается найти для того, чтобы получить от жизни удовольствие. То есть вот безопасный... Да, здорово – это сохранение здоровья, а безопасность – это значит по возможности как бы жить без тех рисков, которые предлагает та же и наркогенная среда, и какая-то криминальная среда. То есть быть личностью самодостаточной. Спасибо, Галина Анатольевна. Вы присаживайтесь, я вам еще буду вопрос задавать по ходу нашего интернет-урока. Вот у меня вопрос еще к нашим экспертам. Вот, Геннадий Иванович, к вам вопрос, если можно. Как сохранить психическое... Это наши студенты. Кстати, если вы задаете вопрос, вы подписывайтесь, потому что есть некоторый вопрос, который я не могу прочитать в связи с тем, что вот почерк такой. Поэтому, если бы я знал, кто, я бы хоть спросил. Как сохранить психическое здоровье при высоких умственных нагрузках? Вот, я думаю, это очень интересная тема, она для Бауманки очень интересная. Действительно, я руковожу психологической лабораторией, и могу сказать из своего опыта, часто обращаются студенты, которые в течение сессии имеют психические срывы. Вот вы, как доктор медицинских наук, профессор, имеете свою точку зрения и опыт. Необходимо соблюдать режим труда и отдыха. Ночью надо спать, на лекциях надо активно работать. И, конечно же, то, что мы говорили на первом интернет-уроке, понимать, что здоровье – это основной ресурс для вашей самореализации. Поэтому делайте то, что укрепляет ваше здоровье, а не то, что его разрушает. И, как Галина Анатольевна совершенно правильно сказала, не надо совершать опасных экспериментов над самим собой. Лучше идите к намеченной цели, соблюдая, еще раз повторяю, режим труда и отдыха. – Геннадий Иванович, и вам еще вопрос. Кто в образовательном учреждении или организации отвечает за формирование безопасного образа жизни? Это есть какие-то должности или это есть люди? Или это все, вот каждый по чуть-чуть? – По закону об образовании этим занимается весь коллектив. Это, во-первых, администрация, это преподавательский состав и учебно-вспомогательный состав. То есть все штатные работники… – А вы же понимаете, что если все, значит никто. С кого спросить-то? – Все равно спросят с ректора в нашем слое. – То есть ректор отвечает за все? – Конечно, он должен выстраивать эту систему. – А вот вы, как руководитель структурного подразделения, вы отвечаете за безопасный образ жизни в Бауманке? – Безусловно, в том аспекте, который касается психологического благополучия студентов. – Спасибо. Дорогие друзья, я хотел бы слово предоставить Климовичу Веронике Юрьевне. Я давно знаком с Вероникой Юрьевной. Я считаю, что вот ее выступления всегда очень интересны. Обращаюсь к вам внимательно послушать. Если будут вопросы, вы мне их передавайте, я их задам. Вероника Юрьевна, и перед тем, как вы выступите, вот такой вопрос уже давно у меня лежит, я все думал, кому задать, но задам вам. Продолжение вопроса Геннадия Ивановича. Вот у нас очень часто в ходе сессии возникают мифы, легенды о том, что съешь какую-то таблеточку, всю ночь будешь учить билеты, к утру все выучишь, сдашь и так далее. Существуют ли такие таблетки? А если этим мифам верить, что с человеком происходит потом? Действительно, вопросы о мифах, о наркотиках, о психотропных вещах, мне в моей практике приходится очень часто с этими вопросами сталкиваться, которые как раз идут в основном от молодежи. И относиться к ним, собственно, мне кажется, нужно так же именно как к мифам. Я не буду вдаваться в подробности, какие конкретно мифы, по поводу каких конкретных веществ расхожи в молодежной среде, Но я просто скажу одно. В отношении всех любых психоактивных веществ каждый должен знать, что не бывает никакого вещества, которое может извне что-либо нам принести. Ум, силы, выносливость. В любом случае это израсходование собственных ресурсов организма, собственной энергии, собственной умственной физической активности. И поэтому даже если при пробе какого-либо психоактивного вещества человек начинает испытывать временный прилив физических сил, сексуальных сил, каких-то умственных возможностей, имейте в виду, это как тот неудержимый запас, который вы черпаете из некого сейфа, а запас в этом сейфе, к сожалению, ограничен. И дается он на то, чтобы нам в течение всей жизни черпать из этого сейфа. Чем больше мы будем разово вычерпывать, вот так вот неконтролируемо, тем больше будет проблем дальше. Да, и еще раз, соответственно, добрый день, уважаемые участники всероссийского интернет-урока. Я благодарна организаторам за возможность выступить на таком мероприятии, тема которого очень мне близка, в силу того, что я уже больше 20 лет занимаюсь с вопросами профилактики так называемых болезней зависимости и вопросами формирования здорового образа жизни именно в молодежной среде. Но разговор о здоровье, о здоровосбережении, я сегодня хотела бы немножко начать с другого ракурса и затронуть ту проблему, которая, как мне кажется, очень мало затрагивается, когда мы говорим о формировании здоровой среды, здоровосберегающей среды в образовании, но которая, как мне кажется, является одной из самых актуальных, потому что без решения этих проблем вряд ли та самая здоровосберегающая среда будет создана. И поэтому здоровье, собственно, и выступление свое я назвала, что здоровье – это категория педагогическая. И начну я свое выступление с истории, которая касалась моей профессиональной деятельности, началась она уже практически два года назад. В одной из московских школ проводилась городская конференция, посвященная актуальной проблеме сегодняшней действительности – это проблеме профилактики отклоняющейся поведения детей и подростков. Меня, как психолога, который много лет работает в наркологии, ведущего и работает в превентивную работу с молодежью, соответственно, пригласили на эту конференцию для того, чтобы я выступила с освещением вопроса о современных эффективных стратегиях, формах и методах профилактики. Конференция была организована отлично, были сформулированы очень интересные темы, выступления, доклады были очень познавательные, выступающие очень эмоционально говорили, участники очень горячо включались в обсуждение каждой практически предложенной темы. И я поняла, что, в общем, заявленная тема конференции действительно не оставляет никого из присутствующих равнодушных. Было бы странно, наверное, если бы это было не так, потому что вот эти проблемы, проблемы роста алкоголизма, роста табачной зависимости, неуклонный рост потребления тех или иных наркотических или токсикомонических веществ молодежью, это очень острые проблемы сегодняшней действительности. Я недаром здесь перевела факты, диаграммы и графиков о степени распространенности курения, алкоголизации, потребления наркотиков среди молодежи. Очень плохо видно, но вы видите один момент. Постоянно идет рост и одного графика, и второго графика, и вот судя по этому диаграмму, которые свидетельствуют о том, что молодежи не чужда, к сожалению, эта проблема. И, безусловно, то, что на этой конференции звучали очень острые темы, касающиеся необходимости профилактики таких опасных явлений, она была, в общем-то, это понятно. Тем более, что согласно закону об образовании, о котором сегодня здесь и говорили, во всех его редакциях написано, что необходимо создавать условия в образовательных учреждениях, которые гарантируют профилактику немедицинского потребления наркосодержащих психотробных веществ в образовательных учреждениях. Другими словами, любое образовательное учреждение на сегодняшний день, согласно нашему законодательству, обязано включаться в эту очень непростую, но очень важную работу. Вот и я в своем докладе постаралась показать всю важность этой работы по профилактике. Я постаралась обозначить те направления, которые могут сделать профилактическое воздействие действительно эффективным, а не просто проведенным ради галочки в соответствующей графе отчета. И главный момент моего выступления сводился к тому, что на сегодняшний момент одной из самых ведущих стратегий профилактики является стратегия, которая основывается на необходимости пропаганды здорового образа жизни как основной определяющей основы профилактики. Другими словами, мы сегодня говорим не только о наркотиках, не только об алкоголе, о курении, как о негативных явлениях, с которыми мы должны бороться, и которые должны преодолевать. Но мы в первую очередь начинаем говорить в позитиве о необходимости сохранения здоровья молодежи, необходимости сохранения здоровья человека. И вот этой технологией я как раз и касалась в своем докладе. И меня, в общем-то, очень порадовал тот настрой, с которым мое выступление было принято. Участники конференции сразу же подхватили эту мысль. Они стали продолжать в своих выступлениях говорить о важности сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, о целях и задачах формирования здоровья, сберегающего мировоззрение школьников, о роли их педагогов в этом процессе. Был педагогический состав такой конференции. И все слова были праведны и грели душу. Но вот здесь основное. Я сидела в первых рядах конференции, слушала выступающих, смотрела, и вдруг подумала, о чем мы здесь все сегодня говорим. Неужели о здоровье и о заботе о нем? Ведь рядом со мной сидели очень усталые, бледные, даже измученные в какой-то степени люди, по большей мере женщины, с бледными лицами, многие явно страдающие избыточным весом и, скорее всего, имеющие в запасе букет каких-то хронических заболеваний, таких, например, как гипертония, нарушение питания, заболевание сердца и желудка, а также испытывающий недостаток в двигательной активности и, наверное, в положительных эмоциях. Несмотря на активность участия в дискуссиях и обсуждениях, люди выглядели явно не на 100% здоровыми. Впоследствии, когда я стала заниматься изучением этого вопроса, оказалось, что мои первые впечатления, в общем-то, оказались верными. По данным различных исследований, школьные учителя, да и в принципе педагоги, как профессиональная группа, занимают по уровню заболеваемости одно из лидирующих положений. Частыми нарушениями физического здоровья и педагогов являются такие отклонения, как сердечно-сосудистые заболевания, например, гипертония, вегет-сосудистая дистония, стенокардия, остеохондроз, нарушение обмена веществ, расстройство пищеварительной системы, заболевание верхних дыхательных путей, патология зрения и другое. И при этом сами учителя при опросах отмечают у себя наличие многочисленных хронических заболеваний и не скрывают плохое субъективное самочувствие и почти постоянную свою нервно-психическую неустойчивость. И эти показатели снижаются по мере увеличения стажа работы в школе. Для учителей со стажем работы в школе 15-20 лет характерны педагогические кризы, истощение, сгорание. А у третьих учителей, более 30%, показатель степени социальной адаптации равен или ниже, чем у больных неврозами. Вот эти слова я привожу. Это слова заведующие лабораторией профессионального развития личности Психологического института Российской академии наук, доктора психологических наук, профессора Митина Ларисы Максимовны, с которым мне довелось несколько раз работать в очень интересных проектах. В принципе, это понятно. Почему именно такое плохое здоровье у педагогов, у тех, кто работает в школах и в системе профессионального образования? Потому что во многом это нездоровье определяется невротизирующей средой обитания, профессиональной средой, где обитают учителя. Ни для кого не секрет, что профессия учителя относится к разряду стрессогенных профессий, требующих от него каких-то очень больших ресурсов самообладания, саморегуляции. Постоянный психологический дискомфорт, постоянное напряжение, состояние стресса это объективные, субъективные моменты, которые постоянно присутствуют в деятельности учителя. Таким образом, становится понятно, что учительство, как профессиональная группа, отличается крайне низкими показателями как физического, так и психического здоровья. Но когда я присутствовала на конференции и своими глазами видела иллюстрации к этим теоретическим выводам, я подумала совсем другое. Основная мысль была такая. Если мы говорим о здоровье и необходимости формирования здоровья, сберегающего мировоззрение, здорового мышления, как здесь сегодня уже говорили, у молодежи и подростков, то кто должен заниматься формированием такого мышления и такой моды на здоровье? Разве не здоровый учитель? Разве не тот человек, который в общем-то сам в первую очередь представляет собой образец здорового мышления и здоровой личности? Это те люди, которые явно совершенно, даже при первом взгляде на них, должны не производить впечатление людей больных, проблемных, а производить впечатление некого эталона того здорового образа жизни, к которому они впоследствии будут призывать. И я поняла, что прежде чем заниматься профилактикой социально опасных заболеваний среди молодежи и формировать у них установку на здоровый образ жизни, необходимо всерьез заняться здоровьем самих учителей, то есть тех людей, кто по сути и должен проводить эту самую профилактику в образовательной среде. С этими мыслями, с этими выводами я обрадилась, есть у нас в Москве такой государственный научно-исследовательный институт профилактической медицины Российской академии наук. И обратилась к своим коллегам для того, чтобы они помогли каким-то образом разработать и начать внедрять некую программу, рассчитанную на оздоровление педагога, учителя и внедрить эту программу в образовательной среде. Среди выбранных групп программа, которая рассчитана была и на учителей, и на родителей, и на учащихся, вот среди всех этих выбранных групп учителя занимали приоритетное положение, потому что как раз программа исходила из того, что прежде чем заниматься профилактикой, сначала надо получить здорового специалиста, здорового учителя, который будет эту профилактику делать. И такая программа была написана, получила она очень такое многообещающее название, мы её назвали «Здоровая школа», поставили перед собой очень многие задачи. В первую очередь мы хотели рассказать о факторах риска разрушения здоровья, о каких-то принципах сохранения здоровья человеком, но самое главное, мы хотели обследовать состояние психического, физического здоровья самих учителей, и в случае, если мы найдём отклонения какие-то, то и помочь с коррекцией этих самых отклонений. Диагностическая и коррекционная работа действительно включала очень многое. Мы проводили очень много разных диагностических, социально-психологических опросов. На базы школы предполагалось выезд целой бригады психологов и врачей, которые на месте должны были проводить скрининг состояния сердечно-сосудистой системы, бронхиальной системы, дыхательной системы и так далее, и выдать на повестку дня некое заключение о том состоянии здоровья, которым обладают данные учителя данного учебного заведения. Заручивших поддержкой вышестоящих инстанций, мы с этой разработанной программой пошли по школам для того, чтобы предложить им реализацию этой программы. И вот здесь нас дало первое очень большое разочарование. Потому что, несмотря на то, что администрация школы на деле соглашалась с важностью такой работы, их позиция резко менялась после того, как они узнавали о том, что диагностические исследования нужно проводить не единожды, а периодически для того, чтобы оценивать результативность программы. Для них нужно находить время, а коррекционные мероприятия будут вообще продолжаться в течение всего года только для того, чтобы подправить то самое пошатнувшееся физическое и психическое здоровье. В конечном итоге мы слышали или категорический отказ в сотрудничестве, или предложение провести только отдельные элементы программы, чаще всего только диагностику, а от реальных, коррекционных и помогающих мероприятий администрация школ отказывалась, ссылаясь на загруженность и высочайший ритм жизни современной школы. И даже те школы, которые формально выразили согласие на участие в программе, на деле согласились провести только диагностику состояния собственного здоровья. И даже вот эта диагностика показала, собственно, те самые выводы, о которых я сейчас говорила, о том, что очень большое количество проблем есть в физическом, психологическом состоянии учителей. Посмотрите, пожалуйста, как дают самооценку состояния своего здоровья учителя. Только 19,9% говорят сами, что у них хорошее здоровье, а удовлетворительным называют 63% и плохим 7,3%. Наличие хронических заболеваний отмечают 68% учителей, а отсутствие их только одна треть. А отклонения в здоровье затрудняющих жизнь обозначили более 60% учителей. Вот такая диагностика при условии, что тем не менее отказ был от каких-то конкретных форм помощи. Прийти к специалистам для получения какой-то конкретной помощи, для того, чтобы поработать собственными ресурсами, опять-таки все ссылались на нехватку времени, на загруженность и так далее. Мы даже в одном из запросов специально ввели такой вопрос на наличие времени для обращения к врачам. Посмотрите, пожалуйста, педагоги ответили на него так. 62,4% говорят, что у них вообще даже в случае заболеваний не находится часто времени для обращения к врачам. Только 37% обращаются к врачам при наличии каких-то серьезных хронических заболеваний. И это помимо того, что в учительской, в преподавательской среде очень распространены еще и те самые вредные привычки, с которыми они каждый день согласно их собственно планов в воспитательной работе должны бороться. Например, курят, как мы выяснили, 33% учителей, это те, которые нашли в себе силы сказать в том, что они курят и очень часто курят на рабочем месте и не курят около 60% учителей. Собственно, все эти выводы, которые мы получили, они на самом деле очень характерны и сочетаются с выводами, которые мы получаем в общероссийских часто мониторингах. Например, посмотрите, я здесь перевожу стандартизированную по возрасту степень распространенности курения среди учителей в зависимости от специальности. Очень много курят администраторы, воспитатели, учителя-предметники и прочий даже персонал образовательных учреждений. Конечно, это не единожды категория профессиональная, которая очень часто признается в своей приверженнице к курению. Например, врачи также грешат проблемой злоупотребления табачными изделиями. Но графики, которые говорят о попытках учителей всерьез бросить курить, посмотрите, пожалуйста, вот практически половина никогда и не пытались бросить курить. А по оценке готовности к прекращению курения среди учащих учителей, посмотрите, пожалуйста, вот эти столбики наверху, они как раз говорят о том, что действительно очень мало тех педагогов, которые мотивированы к борьбе с этой вредной привычкой. Никто, конечно, не оспаривает мысль о той, что учителя загружены. Сегодня школа решает такое количество вопросов, которые действительно делают работу учителя очень важной и очень сложной. Но ведь в данном случае речь идет не о заседании каком-то, речь идет не о том, чтобы только собственно личностные какие-то проблемы решить. Меня постоянно посещает такая мысль, что очень часто формирование и воспитание чего-либо или к чему-либо призыва к чему-либо формируется вне слов, вне того, что делает человек на своем профессиональном месте или как родитель. Очень часто мы воспитываем собственным примером, мы воспитываем собственным показанием того, как мы ведем образ жизни, как мы относимся к собственному здоровью, насколько мы готовы следить за ним, насколько мы ценим вот эту самую данное нам здоровье. И порой очень часто именно фигура самого учителя она действительно воспитывает. И самое главное, что очень часто, когда мы воспитываем, важно, чтобы вот эта фигура учителя не просто показывала о том, что есть преимущество здорового образа жизни, чтобы было понятно, что человек, который ведет этот здоровый образ жизни, получает удовольствие. Я каждый раз, когда говорю о профилактике наркомании, о профилактике различных зависимых, зависимостей, я каждый раз использую вот это слово удовольствие, потому что я точно знаю, что вот есть такая самая эффективная технология, если мы очень многим людям покажем, как можно получать удовольствие в жизни без наркотиков, без алкоголя, без каких-либо психоактивных веществ, они действительно смогут начать получать это здоровье. И поэтому, когда мы говорим о необходимости формировать здоровье, здоровое мышление, мы тоже должны предполагать фигуру того, кто формирует его, именно здоровым и получающим удовольствие как раз вот от этого процесса. Так я каждый раз думаю, неужели все-таки вот эта идея формирования здорового человека, формирование здоровой, как здесь уже говорилось, безопасной среды не требует того, чтобы мы в общем-то где-то потеснили те самые графики, отчеты, безумная занятность педагогов и дали место для того, чтобы в педагогике нашлось место для работы над собственным здоровьем педагога, над собственным каким-то мышлением здоровосберегающим, для того, чтобы в общем-то та самая программа «Здоровая школа» и собственно само это здоровье начинались с учителя. Поэтому мое глубокое убеждение, что действительно начинать задумываться о формировании здоровья среды, здорового человека в этой среде надо, начиная с себя. И это касается практически всех, кто несет какие-либо посылы в молодежную среду относительно образа жизни. Это касается и педагогов обычной школы, это касается педагогов высшей школы, это касается тех самых волонтеров, о которых мы с вами сегодня здесь говорили, потому что они тоже призваны формировать некий стереотип здорового образа жизни. И если отвечать на вопросы что делать вот в этом направлении, то я точно абсолютно уверена, что, во-первых, учителей, педагогов надо оздоравливать, и это должно быть одним из направлений работы образовательного учреждения. Необходимо проводить комплексную работу по меминизации факторов риска развития каких-то заболеваний, если они имеются в образовательной среде. Необходимо предоставлять необходимые знамя по вопросам сохранения и укрепления здоровья человека. И очень важно обучать навыкам заботы о собственном здоровье. Наш опыт работы показывает, что не все педагоги именно этими навыками владеют. А если эти педагоги потом выходят на образовательную среду, на учащихся, на обучающихся, то нужно обучать внедрению технологии сохранения и укрепления здоровья и собственный опыт сохранения здоровья в работу с обучающимися. Я уверена, что администрация любого учебного заведения должна создавать условия для заботы о сохранении и укреплении здоровья и для обучающихся, и для учителей. А если эта возможность позволяет, то и совместно создавать условия для сохранения здоровья. Различные совместные мероприятия спортивные, различные какие-то выезды и так далее. Наконец, проводить эти основные направления работы надо ни разово, ни от праздника к празднику 7 апреля День здоровья, а регулярно, систематически, долговременно, комплексно, с использованием практически всего ресурса и межведомственного взаимодействия в этом вопросе и междисциплинарного. То есть сбросить все силы, которые есть, на самое важное, наверное, укрепление здоровья самого педагога для того, чтобы он потом этот здоровый посыл смог нести своим воспитанникам. Вот это как бы те основные наблюдения и тот мой, может быть, не совсем позитивный, горький опыт работы. Мне бы очень хотелось, чтобы подобные программы здоровья и сбережения, здоровья учителей, они все-таки воспринимались позитивно и все-таки были востребованы. Спасибо. Вероника Викторовна, традиционные вопросы. Значит, вот один из вопросов звучит таким образом. Существуют ли какие-то нормы вот по отслеживанию у преподавателей эмоционального выгорания или еще что-то, чтобы вот как допуск преподавания или еще что-то? Да, конечно, существует, даже не норма, я бы сказала, существует методика измерения уровня эмоционального выгорания и профессиональной деформации, как мы сейчас говорим. И мы в рамках этой программы здоровой школы и в рамках других программ с разными учебными, с разными заведениями занимались отслеживанием такой проблемы. Но, к сожалению, те рекомендации, которые часто получаются в процессе вот такой диагностики, которые получают даже достаточно тревожные цифры, на практике не являются основанием для того, чтобы отстранять или давать возможность учителю какое-то время находиться в других условиях для собственного восстановления. На моей практике несколько только учебных заведений, где администрации после получения таких выводов пошли нам навстречу, изменили систему, структуру взаимодействия внутри коллектива, дали какие-то дополнительные льготы в момент отдыха учителям, то есть какие-то внесли изменения в процесс пребывания их на рабочих местах и так далее, и так далее, когда они получили результаты наших исследований. Хотелось бы, чтобы, конечно, таких вот позитивных сдвигов после получения такого уровня измерений они были бы, конечно, их больше. Вероника Ивановна, следующий вопрос, даже не вопрос, а рассуждение по вашей программе, которую вы представили. Вот, в принципе, многие проценты учителей, которые долгий период времени отработали, начинаются какие-то дезаптационные, может быть, признаки, может быть, еще что-то такое. А сам преподаватель это может заметить и какие-то меры предпринять, чтобы этого не было? Да, абсолютно точно. Есть и методика самодиагностики своего уровня эмоционального выгорания. И самое главное, что даже работники школьных психологических служб по нашему опыту, они знают те самые приемы, определенные приемы аутогенной тренировки, какой-то самой помощи, которые могут обучить педагогов для того, чтобы педагог мог сам себе помочь в этом вопросе. Традиционный вопрос. А вы сами обладаете культурой безопасного образа жизни? Вы знаете, я каждый раз задаю сама себе этот вопрос и каждый раз, наверное, так же, как в философском учении об истине отвечаю себе так, что нет абсолютной истины, есть только стремление к этой абсолютной истины. Вот я бы очень хотела когда-нибудь ответить на этот вопрос положительно. На сегодняшний момент я пока в процессе поиска положительного ответа. Спасибо, Вероника Юрьевна. Дорогу присаживайтесь, я еще буду вопрос создавать. Давайте поаплодируем. Действительно, спасибо за аплодисменты, Вероника Юрьевна, поверить, они все искренне, студентов не заставишь просто так аплодировать. Я бы хотел поблагодарить тех ребят, которые вопросы задают и тех слушателей интернет-ресурса, которые присылают вопросы. К сожалению, многие вопросы я не могу адресовать конкретно про Вероники Юрьевны или еще кому-то, потому что они общего порядка, мне сложно определить, кто вообще на них может ответить. Потому что, как я понимаю, тема такая сложная и общая, и мнение каждому, может быть, было бы интересно, но все-таки мы проводим интернет-урок как учебная форма и хотелось бы, чтобы профессиональный взгляд на вещи касался все-таки более абсолютно истины. Вот, Галентольевна, вам поступили два вопроса и передал, могли бы ответить на них? Да, вот первый вопрос, какие последствия для студента несет положительный тест, я так понимаю, потому что здесь немножко непонятно написано. Я, наверное, имелась в виду наркотестирование, да? То есть, если мы тестируем студента, то никаких последствий для него положительный тест, естественно, не несет, потому что эта информация конфиденциальная. Естественно, мы предлагаем студенту помощь, и мы ее оказываем, если он на эту помощь согласен, да? Насильно мы заставить его ничего делать не можем. И второй вопрос тоже по поводу наркотестирования. студент пишет, что, мне кажется, наркоман никогда добровольно не придет на тестирование. Значит, да, возможно, человек, который знает, что он употребляет, просто так идти на тестирование не пойдет. Если мы смотрим на молодого человека, который хочет после окончания вуза найти хорошую, высокооплачиваемую работу, то он должен задумываться еще со школьной скамьи о том, какие у него перспективы. Если сейчас в рамках закона даже директора предприятий начнут тестировать студентов, выпускников вузов в министерстве, да, и для них будет критерием приема на работу, является ли там молодой специалист наркоманом, они ли являются если для человека будут закрыты двери для того, чтобы попасть на какую-то престижную работу, то задумываться надо до того, как вы решите куда-то идти. Поэтому возможность протестироваться, понять, есть ли у вас что-то в организме или нет, да, люди приходят тестируются. Если студент понимает, что он хочет поступить на военную кафедру, обучаться дальше и военной специальности, то прежде чем идти по обязательной программе тестирования, он приходит и просит добровольно, конфиденциально протестировать, чтобы он знал, насколько он рискует попасть или не попасть на кафедру военного обучения, потому что когда уже туда приходишь тестироваться, там эти результаты уже известны, то есть там на военной кафедре известна причина, почему студент, по какой причине он туда не попадает, то есть, положительные проба есть, там тестируют не по моче, там тестируют не какими-то тестами, там приезжают военные психиатры, которые проводят психофизиологические исследования достаточно серьезные и приходят наркологи, то есть там уже медицинское проводится испытание, поэтому у нас, конечно, тема не совсем профилактики наркомании, есть же неинформированное потребление, да, когда человек посещая ночной клуб, там после курения кальяна, даже не зная о том, что у него может что-то в организме остаться, а тест показывает положительный результат, подмешивают же нечистый на руку хозяева в кальяна всякую ерунду, и поэтому человек даже не зная о том, что может стать зависимым, просто посещая одно и то же ночное заведение, поэтому для того, чтобы убедиться в том, что организм чистый, то, что для вас открыты все перспективы, студенты приходят, они тестируются, даже зная о том, что он попробовал, о том, что он попробовал марихуану, известно, что студенты и Бауманс студенты пробуют, балуются марихуаной, носочки они ее курят, они приходят для того, чтобы убедиться, можно нашими средствами определить, что я наркоман, или что я употребляю, или невозможно, они понимают, что мы это определяем, что это тестируется, кого-то это останавливает, слава богу. Спасибо, Галина Тольевна, но все-таки я как модератор, но иногда выступаю как эксперт, хотелось бы на некоторые вопросы ответить и самому с точки зрения профессионализма, потому что очень много вопросов поступает, касающихся употребления каких-то психоактивных веществ, либо наркосодержащих препаратов. Вы знаете, я в свое время защищал диссертацию, тема диссертации была как раз касалась профилактики наркотического поведения. И с 2000 года я этой темой очень серьезно занимался. Я могу вам сказать одно, вот у меня есть ряд вопросов по этой теме. Большинство из тех, кто задает вопросы, к сожалению, не подписываются, я не могу адресно ответить, но всем, конечно же, интересно услышать мое мнение, мнение специалистов. Вопрос такого порядка. К примеру, вот один из людей пишет о том, что есть очень много людей, которые экспериментируют и в то же время добивают каких-то результатов. Мы на первом интернет-уроке это обсуждали, приводили эти примеры. Есть люди, которые, задавая вопрос, пишут о том, что зачем вмешиваться в чужую судьбу, то есть вот у каждого студента есть своя судьба, он сам ее творец. Зачем мы, педагоги, преподаватели, зачем мы, друзья, коллеги, должны вмешиваться, подсказывать что-то человеку. Но вот если он захотел прыгнуть со скалы, ну пусть прыгнет, это его судьба. И вот человек тут такой трактат целый написал о том, что это слабая личность, от таких личностей может быть даже избавляться надо. И общество выигрывает, когда такой человек сам от себя избавляется, избавляет нас от своего присутствия. Вы знаете, я уже где-то это читал, еще будучи в школе, когда изучали фашистские идеологии и так далее. Сейчас вы можете в прямом эфире посмотреть сообщения с Украины. Поэтому, вы знаете, для меня эти вопросы не новость. И я считаю, что те, кто пишет такие вопросы, во многом уже доэкспериментировались с пробами, поэтому вот эти вопросы, они где-то уже в голове не стыкуются у человека, и он в негативе видит какую-то энергию, наверное, нового и так далее. Вы знаете, в свое время я проходил службу на флоте, выходил в походы, и вот был такой один интересный случай, когда в торпедном отсеке, это первый отсек, где там торпеды, вот сработала ручная система пожаротушения. Вот человек, который там находился, представьте, да, гаснет свет, блокируются отсеки, 5 тонн холодной воды из 5000 стопил на него выливается. Хорошо, человек от инфаркта, там от разрыва сердца не умер, да, но оказалось, что кнопочку-то нажал ручного пожаротушения матрос, который полгода был в абстиненции, до этого он покурил какую-то травку, да, вот, организм, оказалось, полгода уже не мог жить без травки, и поэтому у него руки начали нажимать на все подряд, что он там видит, и так далее. После этого, когда с ним разбираюсь, чего-то нажал на эту кнопку, он мне не мог объяснить, вот у меня-то, вот я увидел красную кнопку, открыл, и так далее. Человеку сейчас 45 лет, всего лишь из-за того, что человек покурил, а когда-то экспериментируя, толкал такие же философские теории, о том, что у него вот какие-то там интересные мысли приходят, он даже стихи сочиняет, и так далее. Вот, и я могу сказать, что будучи преподавателем военного университета, я изучал вот эти использования психотропных средств в армиях зарубежных стран, бывал в Англии, изучал, как там ведется эта работа. Я могу честно сказать, что во многих странах, в том числе и в период Второй мировой войны, используются психотропные средства для того, чтобы снижалась боязнь у человека, идущего на боевое задание. Это часто использовали для летчиков, которые выполняли задания. Я уверен, что сейчас те летчики, которые летают над Донбассом, также находятся в психотропном состоянии, потому что нормальный человек не может бомбить гражданские города. Вот понимаете, вот эти психотропные препараты, как вы говорите, используются не только для того, чтобы человек посетил какая-то мысль. Но вот в Афганистане, например, американский летчик под воздействием психотропных препаратов разбомбил свой же полк. Вот у него в экране вместо душмана, вместо своих возникли душманы, и он как в компьютерной игре их там все расстрелял. Эти все факты, они открытого порядка. Есть такой журнал, военное обозрение, можете посмотреть, датированный, с фотографиями. И таких примеров очень много. Я могу сказать одно, что изучая в свое время психологию, я психолог по образованию, могу сказать, что ничего простого, вернее, ничего проще, чем изменить свое сознание с помощью психотропных препаратов, нет. Но последствия от этого очень тяжелые. И не факт, что для кого-то, например, в тяжелые моменты сессии это будет искорка, это будет еще какой-то там всплеск чего-то. На самом деле, это клиническое мышление, которое приводит к тупиковому, тоннельному мышлению. Что такое тоннельное мышление? Когда человек ничего вокруг не видит, только видит то, что он хочет видеть. И не факт, что это то, что он хочет видеть, оно реально есть. Я могу сказать, что периодически мы проводим вот такие тестирования среди наших абитуриентов, среди тех, кто идет на факультет военного обучения. Особенно в подшефных колледжах, школах, лицеях, которые к нам ребята поступают, мы понимаем, что чем раньше мы начнем диагностировать вот такие психические состояния, первых проб, тем больше вероятность того, что такие люди к нам не попадут. Потому что одно дело попасть, поступить по ЕГЭ, одно дело потом учиться. С такой возможностью головного мозга просто невозможно учиться. Если вы видите, например, какие-то легкие эффекты от того, что человек что-то покурил и ответил прекрасно где-нибудь на философии, после этого вы не увидите его процессы тяжелых будней после того, когда он перестает употреблять. Он ждет следующего допинга. И, к сожалению, такие факты не единичны. Во многом это определяется и индивидуальными особенностями развития каждого человека. Вот, несмотря на сложность сегодняшней темы, мне вот приятно смотреть на аудиторию, видеть ваши заинтересованные глаза, потому что я понимаю, что они неравнодушны. И дело в том, что сейчас очень важно стать не просто образованным человеком в наших новых образовательных условиях. важно стать умным и воспитанным грамотным человеком. Принятие решения зависит не только от количества знаний. Я в свое время также принимал на работу людей, и я видел о том, что возникает часто вопрос в оперативности. Чем сложнее обстановка и больше требований к человеку в принятии решения, если человек когда-то принимал какие-то стимулирующие препараты, поверьте, чем сложнее обстановка, тем тяжелее ему принимать решения, потому что головной мозг не может работать под такой нагрузкой. Либо ему допинг нужен, либо идеальные условия, чтобы он спокойно работал. Как только обстановка напрягается, как только создается тяжелые условия, так он сдает назад. Вот, Геннадий Иванович, у меня еще один есть к вам вопрос из тех, которые нам поступили. Вот человек спрашивает, может ли, вот в МГТУ имени Баумана мы говорим о здоровом образе жизни, ВУЗ здоровый образ жизни. Аналогично вопрос уже задавали на первой части интернет-урока. Но, как я понимаю, людей это беспокоит, что вот перед входом, например, в наш лабораторный корпус стоит толпа курильщиков, через которые пройти очень сложно, не получив дозу вот этого, как вы говорите, опосредованного никотина. Вот какие-то меры руководство ВУЗа будет принимать к тому, чтобы отодвигать толпу этих больных людей подальше там куда-то? Полностью согласен. Это некий компромисс. Сейчас, вы знаете, в связи с вступлением в законную силу федерального закона о запрете курения много возгласов, что надо учитывать интересы курильщиков. Вы помните, знаете, в аэропортах различных были такие резервации, где они набивались как сельди в бочке и там курили. Конечно, зрелище ужасное. Но людям предоставляли возможность реализовать свою вредную привычку. Сейчас закон более радикальный, человек должен отказаться от этой вредной привычки, потому что он теперь нарушает социальные нормы. Я согласен с такой постановкой вопроса. И в своем докладе я говорил, что мы ежегодно докладываем руководству вуза о динамике тех или иных показателей социально-психологического благополучия студентов. И я отдаю слово, что заострю этот вопрос. Но администрация вуза, конечно же, не останется равнодушной. И этот компромисс, который на самом деле в общем-то вреден для тех, кто не курит, его надо прекращать. Я думаю, что мы решим этот вопрос. Тем более, повторяю, в законную силу вступил в федеральный закон о запрете курения в общественных местах. Спасибо, Геннадий Иванович. Не хотел зачитывать, но, наверное, засчитаю. Вот есть уже предложение, как решить эту проблему. Человек недавно прилетел откуда-то, и вот он увидел в аэропорту для курильщиков специальная кабина, куда максимум два человека может поместиться. Они вот, глядя глаза в глаза, начинают дымить, 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 дымить. Все вокруг стоят, вот эта будка все мутнеет, мутнеет, и в конце концов их не видно. Вот студент предлагает также перед входом поставить такие кабинки, либо одевать типа презерватива на него такую штучку, вот он курит, курит и взрывается. И он говорит, будет очень интересно зрелище, и после этого курильщиков будет гораздо меньше. Да, согласен, я как раз и сказал, как сельди в бочке, они там в этих ограниченных пространствах набиваются, это ужасно. конечно, зрелище, повторяю, легче бросить эту вредную привычку и над этим заниматься. Более того, сейчас в Европе во всяком случае мода на здоровый образ жизни появилась, и курение считается одним признаком неразвитости человека. Спасибо. Я еще один вопрос задам Веронике Юрьевне. Веронике Юрьевне, вот студент пишет, мне кажется, что надо начинать вот заботу о здоровье преподавателя с облегчения его работы. Ну, как облегчать, человек не пишет, ну, вот в пример приводит свою мать, которую он видит каждый день, которая от таких нагрузок просто с ума сходит. Вот как вообще сочетается современные нагрузки преподавателей с уровнем повышения качества психического здоровья преподавателя? Нет, ну, понятно, что они сочетаются очень плохо, действительно, нагрузки очень серьезные, но, опять-таки, я сошлюсь, наверное, на гидо-диванчик, который здесь говорил о том, что в любом случае при даже слишком серьезных нагрузках, не говоря о том, что необходимо обучать человеку вот того, что называется на языке менеджмента, тайм-менеджмент, да, то есть умению планировать эти нагрузки, необходимо обучать человека еще и возможностям, каким-то навыкам соблюдения режима дня, каким-то навыкам переключения, навыкам перераспределения этих нагрузок, а поскольку в вопросе звучит слово начинать, как можно начинать, я вообще бы сказала, что начинать работу с будущим преподавателем надо тогда, когда он еще не стал преподавателем, а был еще ребенком и обучать вот этим навыкам надо уже не в тогда, не в зрелом возрасте, а в возрасте именно детском. Спасибо. Еще вот такой вопрос. В 2010 году в популярном психологическом журнале и позднее в 2013 году в Англии было опубликовано исследование на тему того, что люди с IQ выше 125, интеллигенция, принимают наркотические вещества чаще. Могли бы вы привести статистику по нашему ВУЗу? Были ли такие случаи вообще? Это Геннадий Иванович, Вам вопрос. То есть человек спрашивает, действительно ли так, что чем выше IQ, тем больше тяга к наркотикам? Отнюдь нет такой взаимосвязи. IQ – это технологии зарубежные, американские. Мы их не используем, потому что, как показывает жизнь, тестирование, тестирование – это очень формальная технология оценки личности человека. И наркотики, наркотики, они ни в коем случае не интеллектуально, ни как-то эмоционально не развивают человека. Мы уже об этом говорили. Они, наоборот, истощают, но они дают такие, скажем, выхлопы, выбросы вот этих энергий интеллектуальных, эмоциональных, что это впечатляет людей со стороны, как в театре. Актер, он дает эмоции, и все думают, вот он живет на какой звонкой волне, как Высоцкий, допустим. А на самом деле это звучание возможно ну полчаса, ну час, а дальше наступает опустошение, депрессия, которая длится долго, долго, долго. А иногда и приводит к печальным последствиям. Ну, всегда приводит. Другое дело, как скоро. Давайте так. Интернет-урок предполагает форму общения, о котором я говорил, да, можно подробнее вопрос задать. Часто ответ зависит от формы постановки вопроса, да, и мы сейчас не будем превращать в дискуссию о том, правильно ли человек ответил, полно ли ответил. У Вас будет возможность после интернет-урока встретиться со всеми экспертами, как и было после первого урока, и обсудить подробнее те вопросы, которые вам показалось недостаточно освещены. Я хотел бы вам представить еще представителя Министерства образования и наук, это Шарай Денис Валерьевич, консультант отдела профилактики Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки Российской Федерации. Денис Валерьевич, у меня сразу к вам вот такой вопрос студенты задают. Вот я зачитаю его. Ведет ли государство такую политику, чтобы человек мог чувствовать себя комфортно, не имея высшего образования? Это первая часть вопроса. Но это, я скажу так, все проверены, наркотиков, наркоманов здесь нет, эти вопросы просто звучат иногда просто в такой форме. Дело в том, что многие молодые люди могли бы заниматься, чем хотели бы. Быть, например, автомеханиками, парикмахерами, медсестрами и так далее. Но общество часто в лице родителей давит на них. И вместо того, чтобы заниматься любимыми делами и быть хорошими специалистами, молодые люди часто идут в вузы на нелюбимые специальности, и ничего хорошего из этого не выходит. Ну, самое интересное слово в этом вопросе, что родители хоть часть общества, это уже хорошо. Коллеги, добрый день. Ну, во-первых, мне очень приятно, вот я сейчас создал совещание «Жизнь чудовища довольно уныла», совещание, вот в антитаркотическом комитете было совещание с Русской Православной Церковью, и отчасти там немножко с другой поставь, но схожие вопросы тоже обсуждались. Мне очень приятно, что время уже к вечеру, и, наверное, занятия уже закончились, а хочется верить, сюда никого не носил, изгоняли, пришли те, кто действительно интересуется проблематикой упомянутой. И уже, как говорится, можно было чем другим заниматься, чем нравится, тем, чем комфортно, а вот замечательные лица восторженно сидят на интернет-уроке. Но проблема, которая понятна в вопросе, она многофакторная. С одной стороны, речь идет о том, что мы сами вкладываем в понятие комфортно, да, а другой вопрос, другая страна связана с тем, что государство в лице его структур, как оно считает, и коллизия в том, что не всегда одна страна совпадает с другой. Это раз. А вторая часть, да, наверное, это проблема выбора профессии жизненного, фундаментальная проблема выбора. Но, говоря о первой части, конечно, как чиновники, безусловно, вам сказать, что государство денно и ночь только и думает о том, как сделать жизнь граждан комфортнее. А если серьезно, безусловно, разные методы власти безусловно стараются свою лепту посильную внести в комфорт наших граждан. И об этом, наверное, можно говорить очень много. Если говорить о министерстве образования, то это тот орган, с которым, по большому счету, уникальность отчасти его в том, что мы знакомимся, вот мы пришли в детский сад, вот это уже министерство образования. Может, на самых ранних этапах своего взросления мы уже понимаем, имеем понятие о том, что делает власть для нас. Приходите, если это игрушка, играем, уже примерно погружаемся в проблематику. Мне кажется, очень важно в части как раз зависимого поведения и диктологии очень важно не просто быть уверенным в том, что я сам сделал этот выбор, а в том, чтобы впитать все то, что говорят родители, это как раз проблема воспитания в семье, что говорят сверстники, проблема нашей социализации, почитать образцы мировой художественной культуры, послушать учителей и на основании всего этого сделать свой непростой выбор. Что бы там ни говорили родители, это будет выбор ваш. И от того, как вы его сделаете, от того, каков ваш жизненный багаж, полученный на данный момент, обширен ли он и будет зависеть не только ответ на ваш вопрос, но и вся ваша последующая жизнь. Спасибо, Денис Валерьевич. Я добавлю, если позволите. Вы знаете, вот кто-то сказал так интересную фразу, что культура это очень интересная штука. Наличие не всегда заметно, но вот отсутствие видно сразу. Поэтому, вы знаете, когда вот этот вопрос прозвучал, я подумал о том, что действительно иногда родители хотят лучшего ребенку, не понимая того, что он еще не созрел до понимания вот того, что лучше для него или еще для кого-то. Конечно же, если с ложкой меда можно было там все жизненные ценности черпать, никто бы никуда не ходил, только эту ложку бы и наворачивал. Но дело в том, что любые блага, они все равно создаются человеком. Ведь чтобы достичь чего-то, нужно сделать какие-то интересные действия, которые привели бы к достижению этого результата. Я в свое время писал диссертацию и многие вещи сначала брал у тех, кто уже до меня занимался написанием диссертации. И когда я говорил, зачем мне это нужно, вы уже до меня написали, нет, ты возьми ручку и пиши. Потому что само написание формирует у тебя определенный стиль мышления. Это логику, это понимание, это выстраивание чужих мыслей в свое понимание и так далее. И вот когда я написал, защитился, вы знаете, я понял, что я сам изменился. Я сам изменился не просто от того, что мне степень присвоили, а от того, что логический аппарат мышления стал по-другому видеть некоторые вещи, на которые я не обращал внимания. Вы часто можете прочитать одну и ту же книгу в разный период своего взросления и оценить по-разному те же вещи. Вот некоторые фильмы являются классикой. Почему? Потому что в каждый раз их смотришь и видишь что-то новое. Либо то, что есть, это уже харизма, которая у тебя присутствует, которая тебе нравится, и это тебе приносит удовлетворение. Конечно же, поступая в ВУЗ по велению родителей, может быть, это и нехорошо, но вас никто, вам никто не мешает получить дополнительную специальность, получить второе образование. Но, к сожалению, вот государство никогда не будет заниматься облегчением вашего уровня образования. Никогда не будет создавать условия такие, чтобы вы не шли учиться, а шли сразу молоток брать или еще что-то. Это параллельные специализации, которые вы будете учиться. Поверьте, неинтересно разговаривать даже с простым парикмахером, который кроме ножниц разговаривать-то не умеет. В любом случае, уровень интеллекта и эрудиции. Вы, вот те, кто, может быть, женщины, девушки, часто ходите к своим парикмахерам, стилистам, вам один нравится, другой не нравится. С кем-то вы, сидя за креслом у парикмахера, беседуете, общаетесь, вас притягивает не просто умение делать классику на голове, но и сама атмосфера. Вот каждый человек это личность индивидуальная. Чем шире кругозор вашего мышления, тем больше степень защиты от всяких вредных привычек либо мыслей. Мне бы хотелось предоставить слово Геннадий Иванович Семейкин, вот он по этому вопросу тоже хотел выступить. Я хочу сказать, что мне очень понравился этот вопрос, как я его понял. действительно, молодой человек задает сам себе вопрос и спрашивает наше мнение, чтобы сверить, прав он или не прав. Что, допустим, ему для того, чтобы себя ощущать комфортом и состоявшимся человеком в профессии не надо высшее образование. Он хочет быть квалифицированным рабочим или, допустим, скажем, мастером, то есть руководителем среднего звена на каком-то производстве. В СССР раньше были профтехучилища, техникумы. Потом как-то они исчезли, потому что реформы были радикальные. На сегодняшний день вот там звучало в этом вопросе что государство думает. И я согласен, что Денис Валерьевич правильно ответил. Государство действительно идет навстречу и на сегодняшний день по сути дела возрождается эта система среднего профтехобразования. И вы знаете, а кто не знает, я довожу до вашего сведения, что КМВТ имени Баумана, во-первых, теперь у нас не только детский сад, не только лицеи, не только 140 профильных школ, которые раньше у нас были в довузовской подготовке, а теперь и техникум авиационно-приборный, да, как? Ну да, космического приборостроения. Наверное, вы это здание видели, оно такое достаточно массивное, красное, и это замечательно, не только МВТ и другие университеты будут иметь в своем составе эти техникумы, по сути дела, и вы, получая там профессию квалифицированного рабочего, мастера, который будет собирать наши бураны, которые не будут падать, и гордо заявлять, я закончил Бауманский техникум. Поэтому вопрос, я считаю, очень хороший, но в нем скрыта досада, что молодой человек еще не вышел из-под жесткой опеки родителей. Вот это сверхопека, это отдельный разговор. Но вы взрослете, а что такое взросление? Берите ответственность за свои поступки, за результаты своих поступков на себя, и сделайте так, получив профессию, создав крепкую семью, закончив техникум, или что вы считаете нужным, создав свой автосервис, возьмите ответственность за здоровье и дальнейшую судьбу родителей на себя, потому что вы молоды, вы успешны, у вас много сил, а с каждым годом у родителей сил все меньше и меньше. Поэтому вопрос замечательный, ход мысли верный, желаю скорее повзрослеть, взять всю ответственность в свои руки и помогать родителям в их старости. Спасибо, Геннадий Иванович, спасибо всем ребятам, которые задают вопросы, мы, может быть, иногда с юмором относимся к этому, но это не от того, что мы хотим кого-то оскорбить или унизить. У нас у каждого есть свое понимание, и если я сегодня задаю смешной вопрос, значит, я завтра задам лучший вопрос. Я вот исхожу из этой позиции. Мне бы хотелось слово предоставить Чеснокову Николаю Анатольевичу, это кафедра педагогики военного университета, взгляд на нашу проблему со стороны военных специалистов. Вот это. Здравствуйте, уважаемые участники интернет-урока. Я бы хотел представить один из 26 видов безопасности, который уже сегодня звучал, а именно информационная безопасность обучающихся. И в этом ключе я хотел бы напомнить, что уже два года как действует федеральный закон, то есть 1 сентября будет два года как о защите детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию. Это 436 закон 2010 года. И дабы вот связь с аудиторией, есть ли у нас лица до 18-летнего возраста? У аудитории есть? Всем 18 лет, да? То есть на вас уже действие данного закона не распространяется, да? Но тем не менее проблема существует, в том числе и в высшей школе имеется в виду. А ввиду этого, прежде чем приступать, хотел бы вот еще вдогонку в звучавших вопросах, кто отвечает за безопасную среду образовательного учреждения. согласно федерального закона 273-го, 12-го года образования Российской Федерации, за все отвечает руководитель образовательной организации, ну пока учреждение кто-то, а кто-то организация. А в этом ключе есть понятие делегирования обязанностей и, соответственно, ответственности, и руководитель сам распределяет, кому и что. И в этом случае хотел бы поблагодарить в том числе и ректора МГТУ имени Бауна за то, что вот за мной такой замечательный плакат и такой замечательный центр существует. То есть, если бы руководитель не желал бы, соответственно, или, как вот наша коллега говорит, обращается в общеобразовательные школы, а там говорят, нам это не надо. Все зависит от руководителя. И, соответственно, и учебность, и безопасная среда, и проблема с наркоманией, которая сегодня звучала, и другие проблемы безопасности, это прерогативы, конечно, руководителя. Где сильный руководитель, там и проблемы с наркоманией между нами, говоря, нет. Просто нет. Они там возникнуть не могут никак. Так же, как и в семье, кстати. Руководитель, по сути, глава семьи. Если сильный руководитель семьи, глава семьи, то, соответственно, там и проблем тоже не будет и соответствующего плана. Это так немножко отступление. А тема моего отступления – это педагогическая идентификация рисков, связанная с использованием учебной информации. С вашего позволения, этот материал адаптирую и для высшей школы, потому что для общеобразовательной школы, для уровня общеобразовательной школы здесь ситуация немножко проще, потому что есть федеральный перечень учебников, которые регулируют этот проблем. А для высшей школы этого нет. Это я так немножко забегаю вперед. Итак, приступим. Что касается информации. Информация – это у нас сведения, сообщения, данные, независимо от формы их представления. Но те, кто учится на технических специальностях, это просто азбука. 149 закон для них. Они должны его знать от А до Я. Соответственно, в этом отношении мы должны проникнуться в это определение и увидеть, что независимо от формы их представления. То есть это не только учебный материал, а это все. Это и как презентация представлена. Это и ваше движение, начиная от забора образовательной организации, и до аудитории, и обратно. И, соответственно, те курильщики, которые находятся на территории образовательного учреждения, они не просто отравляют нам жизнь, а они, более того, они нарушают указ президента Российской Федерации, если не изменять плане 2010 года, который запрещает курение на территории образовательных учреждений на тот период. А если мы говорим о территории образовательных учреждений, то это территория, согласно кадастрового плана, образовательного учреждения. То есть это территория забора огороженного. И никаких других законодатель нам ходов вправо и влево просто не дает. Поэтому, если мы говорим территория образовательного организации или учреждения, то здесь они нарушают требования, в том числе и федерального закона. И это и есть информация. Это и есть информация, которая негативна, в том числе и складна. На данной аудитории она, кстати, уже не легитимна, потому что мы уже проверили, что всем уже более 18 лет. Что касается педагогических работников и использующих их использование учебной информации в деятельности. Ну, здесь хотелось бы, с вашего позволения, напомнить, ну, больше информации, конечно, для педагогов. То, что утратил уже силу типовые положения общеобразовательных учреждений, я как говорил, в этом же ключе, одним постановлением правительства Российской Федерации 13-го года, декабрем 13-го года, утратил силу и типовое положение образовательных учреждений высшего образования. Они, хотя вот высшего образования там не было этой позиции, а вот для общеобразовательного мы с вами видим, что педагогу давалось право выбора методики обучения, воспитания, учебников, учебных пособий и учебных материалов. То есть через запятую, да? А если мы говорим, что сейчас мы с вами имеем, то мы имеем переход к федеральному закону на образование Российской Федерации, и выбор дается только учебников, учебных пособий, материалов, да? И иных средств обучения, не касающихся учебных материалов. И в этом ключе для общеобразовательной школы, я уже напоминаю, есть федеральный перечень, соответственно, федеральный перечень учебников, в частности, он утвержден 31 марта 2014 года, а для высшего учебного заведения такого перечня просто нет. И посему педагог может использовать совершенно любую информацию, и в том числе информацию, опасную для, соответственно, обучающихся. Но если мы с вами говорим, что, как бы, что же нам дает нормативно-правовые акты по данному вопросу, я целенаправленно перелистнул один слайд, да, и все так подумали, зачем это он сделал. Так вот, что нам дает федеральный закон, в частности, образование, 94-я статья, это педагогическая экспертиза. Если ни слова, нет, казалось бы, да, вот педагоги задумаются, педагогическая экспертиза, значит, что должно? Ну, что-то связано с педагогикой. Посмотрите внимательно. Ни слова о педагогике, это юриспруденция, в чистом виде. То есть, изучение нормативно-правовых актов, извините, да? Ну, мы с вами даже знаем, кто занимается, в том числе, изучением информации, наносящей вред к здоровью и развитию детей. Двигаясь дальше, хотелось бы, как раз-таки, перейти непосредственно к этой информации. Согласно 436-го закона, мной уже указанного, есть 8 видов информации, я не буду их, соответственно, комментировать, они довольно-таки, довольно-таки ясная позиция законодательства. Единственное, вот хотелось бы уточнить, как раз-таки, вот по табачным изделиям, да? Способные вызвать у детей желание употребить табачные изделия, но в данном случае для общеобразовательной школы все понятно. Если педагог общеобразовательной школы находится рядом со входом или на территории образовательного учреждения, даже за пределами территории, вот в населенном пункте в городе встретил учащихся, обучающийся педагога и видит, что он идет в сигареты, то, по сути, здесь мы с вами наглядно видим, соответственно, способное вызвать у детей, потому что, как мы недаром сказали, педагог является неким эталоном, эталоном, на который смотрит обучающийся и которому стремится. И, кстати, вот что касается эталона, я, с вашего позволения, выражу свою точку зрения. По моему мнению, вот еще один из видов опасности есть, вот кто, как говорится, следит за новыми технологиями. Тут недавно выставка, вот она, по-моему, даже еще проходит в ДНХ уже, где представлена робототехника. И, в частности, роботы это Зеленоградского центра, робототехники, в котором представлен робот Алиса и второй робот Голова Пушкина. И с идеей выступают разработчики, что в будущем эти роботы будут проводить занятия в учебных заведениях. Вот психологи, задумайтесь, пожалуйста. Представьте, у нас будут идеальные учителя. То есть у нас не будет, соответственно, плохих примеров. Это очень серьезный вопрос. Ну, это, по крайней мере, мне так видится, что, потому что, если будут все идеальные учителя, да, как те роботы, он будет знать предмет от А до Я. Причем все предметы будут знать от А до Я. Он не будет употреблять табачные изделия и демонстрировать, соответственно, желание употребителей к этому, да, а стоит ли вообще ограничивать эту информацию? Это для размышления. Это просто для размышления очень серьезная проблема в этом плане. И здесь, кстати, проблем, наверное, все-таки экспертов. Ну, мало времени я как бы не смогу рассмотреть, кто является экспертом у нас как раз по этому федеральному закону. Итак, двигаемся дальше. Хотелось бы представить некие новеллы в данном федеральном законе. И здесь вот как раз-таки вопрос о культуре. Ну, журналисты любят у нас раздувать темы, касающиеся нетрадиционных сексуальных отношений, если я по закону прочитал, да, а они говорят так называемые антигейские законы, да. Вот внимательно читайте, пожалуйста, вот для всех призыв, вот для ребят, которым еще в будущем придется, как говорится, много принимать решений и, соответственно, довольно-таки серьезных решений. Не очень доверяйте средствам массовой информации, потому что, используя некие шаблоны, они никакого отношения к нормативным правом актам не имеют. В частности, вот антигейского закона в природе просто не существует, а есть нетрадиционные сексуальные ориентации. И, в частности, вот хотелось бы подчеркнуть, что вот этот закон, 436-й, здесь добавлено, я просто на новеллу останавливаюсь свое внимание, это четвертый пункт, отрицающиеся семейные ценности и добавили нетрадиционных сексуальных ориентаций, потому что в первой редакции закона все просто за животы держались и говорили, ну, что это такое, говорит, мы, говорит, отрицающиеся семейные ценности, а там есть еще ограниченная информация, взаимоотношения между мужчиной и женщиной как бы запрещено демонстрировать, а другое, пожалуйста, без проблем, ну, сейчас вот ввели, молодцы, и вот восьмой еще пункт, я в качестве новелл тоже останавливаюсь, да, красненьким цветом выделено, и интересный момент, вот, в правоприменительной практике, хотелось бы обратить тоже внимание, шестой пункт, тоже вот красненьким цветом, это нецензурная брань, а кто мне скажет, что такое нецензурная брань с юридической точки зрения, когда возникнет вопрос применения КОАПа, Кодекса об административных правонарушениях, который, кстати, регулирует, он когда только вышел, это был мертвый закон, сейчас он живой, и в принципе, есть реальные штрафы, как на юридических, так и на физических лиц, поэтому без проблем, без всяких применений этого закона, так вот мы с вами задумались, да, педагоги, что такое нецензурная брань, ну это вопрос к адвокатам, да, они отобьют любое слово, что это является или нет нецензурной бранью, что касается ограниченной информации, ну здесь вообще просто даже, как бы, интересные моменты, это бранные слова, да, бранные слова, здесь, если нецензурной бранью, еще более или менее, мы можем как-то разобраться, а с бранными словами тут все задумались, да, что мы будем относить к бранным словам, это ограниченная информация и напоминаю, там буквально градация возрастных групп это до 6 лет, 6+, 12, 14 и 18+, то есть как бы в зависимости от возрастных групп, много спорят эксперты по данному вопросу, стоит ли вообще, как бы, вот эти ограничения вводить, но вот возрастное ограничение, опять же, субъективную точку зрения скажу, мне очень нравится, потому что все-таки дозированная информация по возрасту, это вполне нормально, потому что, как бы, можно сформировать и совершенно обратную точку зрения, да, в том числе. Ну и приступая, соответственно, к самому определению педагогической идентификации риска, с вашего позволения, предлагаю такую авторскую, как бы, авторское определение, но ни вправо, ни влево, так постарался не отходить от как раз-таки общероссийской культуры, коль уж мы о ней говорим, да, то есть это я близок постарался к федеральному закону о защите детей, это выявление наличия в учебном материале информации, способной причинить вред здоровью и или физическому, психическому, духовному, нравственному развитию обучающимся. То есть, другими словами, мы с вами говорим о том, что педагогическое сообщество должно знать в том числе и требования данного федерального закона и касающиеся в прямой постановке вопроса, кстати, безопасности, информационной безопасности в данном случае обучающихся. Хотя вот в высшей школе, когда звучит детей, некоторые почему-то в штыки воспринимают. У нас детей нет, у нас есть только соответственно студенты и курсанты высших образовательных учреждений, а еще аспиранты и адъюнкты, если так вот категории по современному высшему образованию представить. И на этом хотелось бы ответить на вопрос, если они возникли в процессе моего выступления, проблемные ситуации применения именно данного термина. Но в большей степени хотелось бы еще запозиционировать следующую, прежде чем возникнут вопросы, следующую позицию. Педагогическая идентификация рисков в учебной деятельности это не только выполнение требования нормы закона, а это еще плюс выявление дополнительных рисков. Но в этом случае я бы хотел вот такую картинку показать. Если с первой картинкой, которая находится справа от вас, это все понятно, то есть как бы есть идеологическая позиция государства, и дай бог, чтобы эта позиция оставалась довольно-таки продолжительное время, одна из позиций, из восьми видов опасности. А вот вторая довольно-таки интересная, потому что картинка имеется в виду из маленькой собачки можно раздуть большого дикобраза и бояться по сути не той а именно тени. Вот это серьезная ситуация, в частности выделение опасности, ну и в принципе всей проблемы безопасности она касается по сути, да? А есть ли вообще у нас проблемы? Кстати, вот по поводу применения наркосодержащих веществ, я бы с вашего позволения некие размышления хотел бы высказать, они касаются следующего, если у нас образовательная организация, я на новый лад уже с вашего позволения, образовательная организация имеет небольшое количество обучающихся, там и проблем гораздо меньше. А если у нас это простые статистические расклады, если у нас образовательная организация имеет большое количество обучающихся, ну в данной ситуации в вашем ВУЗе сколько обучающихся, если так хотя бы примерно? 19 тысяч, ну с легкостью я вам спрогнозирую количество употребляющих наркосодержащих веществов, без всяких проблем, то есть это берется соответственно позиции из общероссийских как говорится характеристик, хотя вот корреляция вы показывали, да, когда общероссийские цифры вашего исследования имеются в общеобразовательных школах, они практически совпадают, здесь то же самое, поэтому и процент вот я знаю ВУЗы где число обучающихся 150 человек ну соответственно там этих проблем будет довольно-таки немного, а то и может быть они вообще будут отсутствовать и как говорится сориентировать эти вещи скоррелировать можно без всяких проблем с этим хотел бы сказать большое спасибо всем приятного отдыха летнего воспринимайте это ну каждый пускай сам думает что там плавает да как говорится дельфины вот правильно сказали многие учителя кстати как раз дельфинов там и видят это хорошо что наши студенты тоже так или это преподаватели нет если если есть вопросы я готов на них ответить я вопрос сейчас сформулирую вопрос конечно есть единственная некоторая ремарка по поводу корреляции потому что ученым легко пользоваться цифрами можно их сюда можно сюда от количества процент вот как наркоконтроль говорит 10% от количества общего нелегального оборота наркотиков изымается правоохранительным органом это общая статистика это общая температура по больнице то есть если например изъяли 3 тонны героина в россии за год значит это всего 10% незаконного оборота ну исходя из этого все привыкли вот так и меряют так же вот Николай Тойч сказал что корреляция таким образом что я могу сказать сколько нет это к сожалению вернее к счастью не так потому что к примеру в одной среде в семье родители не пьют не курят а ребенок пошел по всем тяжким и пьет и курит никакой корреляции это не поддается и если я могу сказать вот вы представляете военный университет в 97 году там целую роту посадили за торговлей наркотиками никакой корреляции это не поддается потому что в тот момент никакой работы там не проводилось а вот если на системной основе в ВУЗе вот как в МГТУ целое структурное подразделение этим занимается здесь воспитательная работа здесь и диагностика и наркотестирование все есть конечно случаи бывают но они выявляются вот один известный генерал Михаил Фасенгер еще вот он проводил исследования по федеральным округам и часто начали нападать на привозки в федеральный округ потому что там неожиданно корреляция нарушила все там параметры и чуть ли губернатора не стали снимать за то что у них огромное количество наркоманов появилось как выяснилось там просто стали эффективно работать они стали эффективно выявлять наркозависимых эффективно стали выявлять наркопотребителей они ввели наркотестирование в школах еще до выхода закона поэтому конечно же эти все цифры корреляются очень хороши но все равно индивидуальная работа оценивается под тем системным образованием в ВУЗе который занимается или направленной этой пропагандистской профилактической и диагностической работой а вопрос у меня к вам вот такого порядка значит вот информация которая защищает вернее закон защищает детей от информации наносящей им вред а сейчас вот вы говорите этот закон уже действует но к сожалению как-то мы мало-мало обращаемся к фамилиям или еще к каким-то сайтам которые закрываются но все прекрасно понимают что в интернете все равно это как процветало так и процветает вот Галина Тольевна сказала о том что закон о курении вышел запрещает в развлекательных организациях учреждениях курить даже кальян за исключением кальяна который не содержит и теперь уже кальянщика называют паромщик или еще которые паровые кальяны вопрос длинный такой философский но вы тоже я понял спасибо большое хотел бы скорректировать да вот что касается корреляции дело в том что если не работать то эти цифры выводятся очень легко и как бы их можно показать а если вот вы сами сказали проводится определенная работа то как в теории безопасности невозможно обеспечить идеальную безопасность невозможно создать как говорится условия при которых не будет ни рисков ни угроз ни каких либо воздействий опасных для объекта безопасности субъект просто какой бы он не был идеальный какой бы он не был подготовлен это невозможно сделать но снизить эти риски но снизить эту опасность как раз таки призваны определенные субъекты обеспечения безопасности и в данном случае в этом вопросе тоже правильно вы говорите центр он работает и он снижает этот риск общий социальный риск российской федерации я вот об этом как бы немножко дальше пролонгирую как говорится ответ что касается непосредственно сайтов здесь хотелось бы небольшую оговорочку дать сеть интернет она имеет определенные особенности на которые распространить действия федерального закона о защите детей от информации носящей вред их здоровью и развитию очень сложно а даже более скажу невозможно и в этом случае в 440 149 законе об информации информационных технологиях и защите информации у нас есть перечень информации распространения которое запрещено на территории российской федерации там 4 вида информации да не буду их называть 4 вида информации которые в какой-то степени и некоторая информация повторяет федеральный закон о защите детей и что касается непосредственно ограничений и действий официальных органов власти здесь бы вот хотелось бы в лучшую сторону ну так конечно немножко не скромно с моей стороны это говорить но в лучшую сторону отметить правительство Москвы как субъект российской федерации запрещают проведение гей парадов аргумент следующего содержания вы можете обеспечить что по маршруту движения вашей соответственно миссии да как вы считаете не будет лиц до 18 летнего возраста если можете обеспечить пожалуйста мы вам разрешаем не можете до свидания и это хорошая позиция как говорится мы должны вот букву закона брать на вооружение в интернете это практически невозможно там есть еще раз повторюсь другие виды информации но работа ведется вопрос только конечно к педагогическому сообществу и может быть даже вот у нас есть представитель министерства образования и науки российской федерации есть ли эксперты по линии Минобор России по вопросу экспертизы информации потому что сколько мне известно этим занимается Роскомнадзор Минскомусвязь занимается соответственно и они они аккредитуют экспертов и эксперты дают заключение а министерство образования Российской Федерации ну конечно нет нельзя мне ругать все останавливаюсь хорошо надо над этим подумать и как говорится я призываю к тому чтобы профессионалы выступали вроде экспертов и вот этих собачек не раздували потому что порой у нас когда только этот закон помните начинал в права в свои вступать вернее он был принят как вы знаете десятый год а вступил двенадцатый год то есть там получается полтора года потому что это декабрь и первого сентября полтора года средства массовой информации муссировали его и все слышали помните да это одиннадцатый год весь практически когда говорили а опасно ли мультик ну погоди для детей там же волк то курит он такой злодей опасная эта информация для детей давайте тогда там будем ставить восемнадцать плюс как вы видели но это журналисты которые имеют наверное педагогическое образование так рассуждали но это я уж так при всем уважении к ним все-таки хотелось бы чтобы давали экспертизу именно профессионалы которые сказали бы что это это некий элемент культуры да это некий элемент культуры и сколько поколений выросло и ну не знаю даже как-то не все же стали николай анатольевич спасибо за выступление давайте поблагодарим потому что действительно это очень интересная тема она конечно многоспорная но человек занимается профессионально и вопросов как таковых нет спасибо удачи вам в защите я хотел бы констатировать тот факт что мы подходим к завершающей фазе сегодняшних двух интернет уроков много тем мы обсудили много специалистов пришли нам поведали свой опыт и свое видение и взгляд на вопросы безопасного образа жизни на вопросы здорового образа жизни я со своей стороны хотел бы поблагодарить министерство образования науки российской федерации в лице Шарая Дениса Валерьевича в связи с тем что эта система интернет уроков была инициирована она поддержана разработаны возможные условия и спасибо что доверено это МГТ Мини Баумана в связи с тем что мы уже давно занимаемся этой проблемой и отдельные слова благодарности ректору МГТ Мини Баумана который создал условия для того чтобы эта работа профессионально проводилась у нас вы слышали выступление Геннадь Ивановича Галина Тольной который возглавляет центр здорово-сберегающей технологии профилактики наркомании если у вас возникает вопрос вы всегда можете обратиться на сегодняшнем мероприятии были написаны все координаты телефона и сайты на баннерах на слайдах вы можете звонить писать по электронной почте заходите на сайт смотрите не будьте равнодушны к проблемам безопасного образа жизни чем больше безопасность нам гарантирована тем больше здоровья у нас будет и самое главное формировать мотивацию к здоровому образу жизни это наша с вами задача никаких преподавателей руководителей это задача тех кто здесь проходит обучение мы живем в этой среде если мы неравнодушны мы должны вести себя одинаково как здесь так же и на выходе из образовательной организации Геннадий Иванович вам в заключении хотел бы предоставить слово в свою очередь пока Геннадий Иванович выходит за трибуну хотел сказать что у нас скоро будет еще один интернет урок это как раз 24 число посвященный проблемам профилактики наркомании зависимого поведения и он приурочен к международному дню борьбы с наркоманией это 26 число Дорогие друзья я уже говорил что с 1996 года мы на постоянной системной основе ведем работу которую называется здорово-сберегающая деятельность во многом МВТ имени Баумана стал здесь вузом-пионером часто задают вопрос а почему же Бауманк они педагогические не медицинский вуз стал инициатором вот этого направления здесь я могу ответить МВТ имени Баумана это ведущий технический вуз но это университет где гуманитарная составляющая очень выражена наши студенты отличаются особой культурой и это все отмечают когда мы проводим помогаем и министерству образования науки и госнаркоконтролю и другим ведомствам когда наши волонтеры принимают участие в проведении этих мероприятий то это бросается в глаза еще раз повторяю гуманитарная серьезная основа в образовательной воспитательной развивающей деятельности нашего университета языковая языковая подготовка тоже важный элемент современного специалиста сейчас вы знаете английский язык это язык мировой науки это язык международных производственных отношений поэтому уже с третьего курса наши студенты практически все востребованы и ярмарки вакансии которые у нас вузе проходят показывают что работодатели заинтересованы именно в наших выпускниках на рынке труда бауманцы очень высоко ценятся еще в советское время а это не бывало на самом деле факт когда шла холодная война когда железный занавес кстати не мы отгородились от мира железным занавесом это нас фултонской речи черчилль отгородил этой самой железной стеной поэтому здесь мы тоже должны знать свою историю и ее гордиться так вот студенты бауманцы даже в эти трудные времена когда шли сплошные санкции в отношении Советского Союза диплом не требовал подтверждения если наш специалист выезжал на работу за рубеж а в Америке вы знаете или не знаете но так и есть выпускник вуза одного штата должен подтверждать свою квалификацию и компетентность свой диплом он должен подтверждать в другом штате как как в другом государстве это говорит о том что Соединенные Штаты которые для нас в общем-то часто являются маяком в нынешней жизни в общем-то отличаются тем что их система образования фрагментарна разорвана сколько я знаю изучал читал лекции в университетах различных штатов там я бы сказал так образование такое развлекательное развивающее все построено таким образом что выпускник вуза США это продвинутый пользователь современных информационных технологий они там абсолютно зависимы от своих гаджетов и это конечно уже просто издержки образования потому что больше 45 минут они домашними заданиями не занимаются они играют в крестики нолики там все на тестах построено и тьютеры которые значит в любой момент с ними могут как сказать потренироваться в решении тех или иных тестов поэтому ценятся наши специалисты которые обладают гибким умом большим запасом знаний и говорят что выпускники российские ну бауманцы это точно это специалисты которые обладают большим запасом фундаментальных знаний и нацелены на определенную проблему которую они могут решать индивидуально самостоятельно то есть говорят что это пирамида которая опирается на широкое основание и устремлена вверх своим острием американский выпускник вуза это перевернутая пирамида которая стоит на острие но востребована во многих во многих во многих отраслях но на самом деле я могу только одно сказать что эта пирамида очень неустойчивая если пальцем или как говорится создать любое колебание эта пирамида упадет так или иначе но жизнь показывает надо обладать не только интеллектом но и развитыми психоэмоциональными процессами скажем так обладать нравственной основой и духовным поиском духовность мы с вами должны как понимать активную деятельность сознания по поиску смысла жизни если мы не ведем этого поиска то мы легко заблудимся в трех соснах и нами будет легко манипулировать поэтому будьте той пирамидой которая в наших традициях в системе образования вы устойчивая пирамида обладающая фундаментальными знаниями традициями своей страны культурными ценностями своей страны и тогда не вами будут манипулировать а вы будете творить свою судьбу и будете способны помочь не только себе но и своим друзьям и тем кто нуждается в вашей поддержке и тогда и тогда у вас не будет обиды злобы на жизнь потому что вы вы сами будете вершить свою судьбу а для этого как мы сегодня выяснили надо вести здоровый образ жизни пользоваться преимуществами здорового образа жизни а государство и общество конечно же должно быть направлено на создание безопасных то есть отсутствие необоснованных рисков вот эту безопасную среду государство и общество должно создавать что мы и видим на сегодняшний момент потому что наше государство не только себя провозглашает социальным но по социальным программам по обеспечению развития личности ее безопасности мы на сегодняшний день являемся передовой страной и давайте еще раз поблагодарим всех участников конференции и конечно же наш ректор Анатолий Александров делает все чтобы вот эти потому что он сам бауманец сам был студентом преподавателем профессором чтобы бауманцы были еще раз повторяю не только талантливыми инженерами учеными но и личностями которые по сути своими своими являются творцами будьте здоровы уважаемые коллеги друзья студенты я считаю что сегодняшние два интернет урока состоялись спасибо всем за участие я вам желаю успехов сдачи сессии самое главное это без фанатизма спокойно порядочно с пониманием и цените то что вы учитесь здесь то что вам доверяет то что у вас есть возможность общаться с умными нормальными людьми у меня просьба микрофоны поднимите вот так вверх ровненько оставьте за собой и посмотрите если вокруг вас есть какие там бумажки заберите с собой что потому что здесь уборщиков нету вот и потихонечку без там на регистрации вам выдадут книжки которые вы сдавали а те кто без книжек посмотрите чтобы в ведомости было записано ваше участие спасибо всем до свидания спасибо 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 Продолжение следует...